Вот что такое человек? Ведь каждый сидящий здесь болеет. Но вы знаете ли причины многих ваших заболеваний? Вот говорят, допустим, ну вот, вроде ничего такого не делал плохого, болячки валятся, как снег на голову. С чем это связано? А вы знаете, что многие заболевания человек приносит с собой из прошлых в своей жизни? Ну это странно, но это факт. Йоги говорят о так называемой карне. Религия говорит о грехах. Что если человек совершает грехи, то он попадает в ад и будет за свои грехи рассчитываться. Что это такое? Религия это или что-то другое, или это действительно что-то происходит? Вот вы видели, что любое действие, допустим, попросим любого человека, сидящего здесь в зале, убить другого человека. Ну сможете, кто-нибудь здесь сможет это сделать? Думаю, что навряд ли. То есть для того, чтобы совершать убийство, человек должен ввести себя в окременное состояние. Зверин, а зверин принять, скажем так, условно. То есть через него идут утопленные потоки, соответствующие этому состоянию, состоянию убийства. И тогда он убивает. Но если человек убил один раз, второй раз, третий раз, то для него уже, его психика уже деформируется. Она насыщается совершенно другими потоками формы матери, энергии. И он начинает уже действовать, жить совершенно по-другому. Вы знаете, мне приходилось столкнуться, допустим, с солдатами Афганистана, пареньками, которые выросли, как маленькие сынки, как говорили, действительно. И вот они попали, их заставили убивать. И они убивали. И вы знаете, самое страшное, что, когда приходилось слышать, а вот речь такая. О, это же как здорово, когда штыком входишь в тело человека. Ну, как масло, знаете, отрежешь, как масло. Вы знаете, мне это, у меня, можно сказать, волосы дыбом становились. И таких случаев очень немало. Понимаете, человек перестает быть человеком. Это очень плохо. И вы думаете, что после того, что происходит, это происходит бесследно для тех же самых солдат, которые не миноваты в том, что их заставили убивать. Но само по себе, вот этот факт, не знаю, как у вас, он взывает. И говорили, действительно, так не мог бы встречаться, и говорили, что вот он здорово. Открываешь дверь, очи среди, прошьешь, а вот смотришь там, кто. Женщины, дети и так далее. Так вот, всякие такие действия не проходят бесследно. Если в прошлой жизни человек, я не буду долго рассказывать, что существуют одни жизни, я говорил на предыдущих лекциях, потому что тут не повторятся одно и то же. Желательно, чтобы его присутствовали на предыдущих лекциях. Ну, значит, пока вы принимаете на веру, кто не слышал этого. Если человек в прошлой жизни совершал такого типа действия, то его структура, душа или сущность, условно скажем так, была структурирована, преобразована под эти потоки. А эти потоки позволяют входить не только, так сказать, в само очередное состояние, но он, кстати, согласуется с определенным средством, эволюционным средством жизни. Там, где живут существа, так называемого нижнего астрала, может, многие слышали. Это те живые организмы, которые жили на земле, потом вымерли, в силу того, что развитие жизни шло дальше, они не имеют возможности существовать. И после этого пришли на другой принцип жизненный. Они стали, так называемыми, вампирами. То есть, они не могут сами получить энергию для своей жизни. И они находят тех, у кого есть физическое тело, у кого есть энергия. И как бы пиявки присасываются, начинают сосать. Но не кровь, что это сосет пиявка, а сосать энергию. И человек, получается, кормит не только себя, но и всех, кто на нем сидит. При этом организм резко, очень быстро изнашивается. В местах, где происходит пробой такой, подключение этого шпутика, происходит трансформация клеток. Клетки эволюционно блокируются и образуются раковые опухоли. Так вот, 90% раковых опухоли связаны с пробоями, энергетическими пробоями структуры организма. Не только физического плотного тела, но и эфирного, астрального и других. Так вот, я хочу сказать следующее, что многие болезни, которые есть и у вас, и сидящих в зале, связаны с тем, что в той или иной степени, не обязательно в той крайней, которую я сейчас рассмотрел, каждый человек совершал что-то, и это действие, оно всегда обеспечено. Было каким-то потоком энергии, позволяет в ваше тело включиться к существам, и вы для них являетесь кормом, пищей, как, допустим, для нас являются пищей свинина, говядина, курятина, там, картошка, морковь и все остальное. Мы же кушаем ее, и это считается нормальным. Поэтому религия, в принципе, зная, что вот такой процесс есть, не имея возможности объяснить его, понять его, говорила, вот существует ад, вот существует рай. То есть, если человек при своем развитии, в этом воплощении, не достигает определенного уровня развития, то он попадает в качественный срез, соответствующий этому нижнему астралу, или так называемому аду. И часто он становится пищей, становится пищей для тех существ, которые там живут. Если же он прошел этот барьер, он попадает, так называемый, в рай. То есть, верхний астрал элементал, где уже этих существ, из-за того, что они эволюционно очень низкие, они не могут туда пройти дальше, как вот сквозь двери. Вот есть несколько дверей, если человек может пройти первую, вторую дверь, начнем до себя. А если только первый прошел, до второй не может дойти, и все. Он является источником пищи для существ, которые живут там. Ну, я детали не буду разглядеться на это очень долго, может быть, не всем интересно, но хочу обратить ваше внимание, что запомните, что каждый ваш поступок в вашей прошлой жизни, вот сейчас, в которой вы сейчас живете, и то, что вы будете делать дальше, не остается бесследным. Не кто-то вас карает, не Господь Бог карает, вы сами себе создаете кару. Вот это вы должны четко понять. И должны четко понять, что когда наступит ваш срок жизни на Земле, то после этого вы просто потеряетесь эту оболочку, с которой вы привыкли. То есть вот это тело, с таким цветом волос, глаз, руками, ногами. И через некоторое время, одни через 300, через 400 лет, другие, в некоторых случаях, через 2-3 года, вновь родятся, вновь в другой оболочке, разовьются и будут жить дальше. Вы должны это четко понимать. Для того, чтобы современная наука установила, что старение происходит не из-за того, что клетки старые и так далее, клетки в организме каждого, сидящего тоже здесь в зале, меняются за 15 лет полностью. То есть за 15 лет происходит обновление всех клеток вашего организма. 100 лет вам все равно, максимальный возраст ваших клеток 15 лет. Значит, не от старения клеток происходит смерть. Смерть происходит совсем по другим причинам. Для того, что ваше физическое тело уже не может обеспечить эволюции вашей сущности, души, так называют, крелик, говорим. И происходит спрос. Ну, никто же не носит, допустим, купит костюм. Вот представьте себе, купили вам 10-200 костюм, или носит 20 лет, купил вам костюм. Вы одели и носите его 40 лет. Что с ним произойдет? Обрешает, придет негодность. И уже дырки будут, он не будет ни греть, ничего. Естественно, вы вынуждены его снять, выбросить, купить новый, и опять будете тепло, хорошо. Но это костюм. Тело тоже, оно изнашивается, и оно не может обеспечить эволюцию. И организм, сущность, не соответствует тому организму, который вы уже несете. Становится тело ваше, как вот тот костюм, который вы носили столько лет. Он не в состоянии организма, а тело ваше в состоянии обеспечивает эволюцию вашей сущности. Она тормозит, мешает эволюции. Происходит сброс. Есть определенные законы, почему это происходит. И ваша сущность действительно освобождается. И, как я уже говорил, в состоянии, когда люди у вас в состоянии клинической смерти возвращаются, они видят все это, начинают видеть свое мертвое тело, которое лежит, слышат все, видят канал, тоннель возникающий, по которому их начинают затягивать, много что другое. Это произойдет с каждым, хотят они или не хотят, верят они в это или не верят. Законы природы существуют не из-за того, что мы их знаем или не знаем. Природа есть, а мы в ней относительно. Наше знание относительно природы. Природа абсолютно, скажем так. И поэтому то, что произойдет, это реально. Поэтому желательно, чтобы каждый понимал, что происходит в реальности, что происходит в действительности с вами, с другими. И чтобы смерть, когда она будет, она не была такой ужасающей, беспросветной для вас понимания, что вот вы прожили эту жизнь и все. Больше уже ничего не будет, будет еще более интересное и более приятное, чем, надеюсь, сейчас жизнь. Потому что наши действительно сейчас не очень хорошие, но работа и так далее. Ну что, тогда...